Друзья, добро пожаловать! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин, и сегодня у нас большой день. У нас сегодня, нам предстоит как минимум три больших беседы, и я надеюсь, друзья, что вы уже нажали колокольчик, нажали лайк, сделали все, что полагается, чтобы не пропустить, во-первых, беседу, которая произойдет, ну, прямо сейчас, вскоре к нам, через несколько часов к нам присоединиться из Израиля Андрей Янпольский и расскажет о том, что там происходит, а ситуация там, ну, я бы сказал, непростая, мягко говоря, так что непонятно, где, так сказать, в какой точке мира наш конец мира наступит первым. Возможно, в Москве, поскольку она нас впереди, или вся восточная там Европа на восемь часов впереди, а возможно, нет. А вечером к нам присоединиться, вечером по Америке, к нам присоединиться Дмитрий Абрамсон, и мы обсудим то, что происходит в нашей сумасшедшей палате представителей, и разберемся то, чем это всем нам грозит, так что не пропускайте. Но я в начале нашей беседы, в нашего дня сегодняшнего, эфирного дня, очень рад приветствовать обратно на программу политика-писателя Алину Витухновскую. Добро пожаловать! Спасибо, я тоже очень рада вас видеть. Спасибо. Тема, которую мы сегодня хотели обсудить, это тема, с одной стороны, либерализма, а с другой стороны, России. И как эти две вещи могут друг с другом совпадать, пересекаться? Вот это как бы два кружка, которые вот есть либерализм, и есть Россия. И как они могут вообще пересекаться? Я не понимаю. Ну, давайте начнем с того, что когда мы говорим о российском либерализме в его нынешнем контексте, да, мы имеем дело с пропанацией. Эта пропанация началась, пожалуй, с создания партии ЛДПР Жириновского, которая была, конечно, совершенно нелиберальной и совершенно недемократической. И дальше как-то пошло-поехало. То есть можно о наших либералах говорить, что это системные либералы, что это левые либералы. Мне нравится термин «советские либералы», что, в общем, не отрицает того, что либерализм существует как явление, да, мировое, американское, европейское, собственно, и русское, то есть исторически русский либерализм существует. Но в данной политической ситуации у него нет возможности адекватного политического проявления. Есть только его отдельные представители. Вот себя отношу к русским либералам, хотя скорее к право-либералам, чем к каким-то иным. Хорошо. Знаете, во-первых, действительно, это очень такая мутная тема, потому что вот есть либералы, которые не могут быть либералами в России, но название есть. Есть, я пытаюсь вспомнить, как же эти самые ребята, от которых Светлова возглавляет, которые вроде бы против, тоже против всех. Кто они там? Света. Михаил Светов. Ну, во-первых, не либерал, а либертарианец. И он как раз выступает против либералов. И здесь вот выходит бы такую интересную тему, ее нельзя обойти. И нам бы не углубиться в эту опять пропанацию-провокацию. Ведь все-таки есть отдельные люди, честные и правильные либералы. Следовательно, если есть люди, значит, если есть идея, значит, и есть либерализм. Он плохо проявлен. Но критика либерализма, так же, кстати, как и критика 90-х, это путинский, кремлевский системный тренд, в который, кстати, очень хорошо укладывается сам Михаил Светов, хотя либертарианцу ли критиковать либералов. Более того, либералы стали критиковать либералы. Либералы 2023-го критикуют либералы в 90-х, то есть самих себя, потому что они вышли оттуда, но они как-то вдруг про это забыли. То есть, конечно, мы должны всегда иметь в виду, говоря о идеологических терминах и о диалогиях, что мы имеем дело с условностями, что сейчас не то время такое, которое было в начале, например, 20-го века, когда было всё чётко расписано по полочкам, и чётко было понятно, кто такие левые, кто такие правые и так далее. Сейчас всё, конечно же, смешалось, приобрело массу оттенков. А в России, увы и к сожалению, всё это приобретает большой элемент и демагогии, и аферизма, поэтому надо отделять зёрна от плевел, точнее, людей от тусовки. То есть, на выходе что мы получаем? Ещё раз, либерализм как политическое явление в данных условиях не может себя утвердить, но сможет утвердить себя после страха, собственно, этой системы. Люди, представляющие себя либералами, далеко не все являются либералами. И даже либертарианец светов не является либертарианцем. Нет, да, это не имеет никакого отношения как-то, да. Но, знаете, мне понравилась ваша идея, которую только что вы сказали, что, на самом деле, первичная не идея, а человек. Что если есть такие люди в России, значит, идея такая может быть. То есть, с идеей можно бороться искорени всех людей, которые придерживаются этой заставить их выехать. Ну, я не знаю, что они с ума сошли, померли, сели, пропали. И тогда как бы и идеи нет либерализма. Нет, это невозможно в постинформационном мире. Эти люди будут говорить из других стран и так далее. Все-таки террор есть, но его опять нельзя сравнить с террором 20 века. Он дик для нас, изнеженных. Я считаю, что да, мы такие изнеженные современные люди, которые ни к чему этому не готовы. И для нас это ужас-ужас. И для нас все это напоминает апокалипсис, но это не апокалипсис. Потому что не может быть апокалипсис так похож на апокалипсис. Апокалипсис, похожий на апокалипсис, бывает только в кино. А мы не в кино, мы в реальности. Значит, и с апокалипсом, апокалипсисом, если я у тебя говорила, какой-то подвох, какая-то афера. Что-то здесь есть не то. Так вот, истребить всех либералов в данных обстоятельствах невозможно чисто технически, потому что мир велик. И единственное, о чем можно сожалеть, о том, что создаются какие-то проблемы на границах для выезда активистов, потому что таким образом сами прогрессивные цивилизованные либеральные страны мешают либералам и выпираются, собственно, в нормы гуманизма, потому что в первую очередь, конечно же, должен быть спасен человек, а не соблюдены какие-то странные бюрократические нормы, которые меняются, к тому же, каждые три месяца, непонятно в связи с какими обстоятельствами. Так, у меня нету звука. А, простите, я вижу, это интересно мне, потому что я вижу, что вы себя показываете гуманистом. Это для меня плюс, это в отличие от религиозного человека. Вы верите в человека, в возможность человека что-то изменить, но при этом изменить в России человеку как-то опасно. Поэтому нам написал зритель, я делаю вывод, что зритель, разве бывают имперские либералы? Понимаете, дискурс такой, что страна сейчас как бы идет в другом направлении, мягко говоря, от либерализма. Поэтому что там можно понимать? Там просто, мне кажется, либералов уже давно съели, а теперь выдают какую-то, я не знаю, туфту и называют это либерализмом. Просто потому, ну как же, так же, как для антисемитизма не нужно присутствие евреев. Так же, как и для ненависти к либералам не нужно присутствие либералов. Ну, видите ли, это ангажированный вопрос, который исходит из устоявшегося, естественно, возникшего после 24 февраля клише, что Россия – это империя. На мой взгляд, Россия – это провинция, не доимперия. Провинция – огромная страна, косящая под империю, желающая ей быть. На самом деле, по сути, очень провинциальная. Поэтому обвинение в имперстве всех подряд, но это, мне кажется, уже такой как бы дурной тон. И опять давайте начнем все-таки с того, что люди разные. Разве бывают имперские либералы? А разве страна проживания ставит какое-то клеймо на человеке и делает его идеологическим, таким фатальным заложником? Это же чепуха. Люди разные, и место пребывания, место рождения не настолько влияет на сознание, как хотелось бы. Поэтому я вот как правый либерал, я же говорю даже не о русской или российской нации, я говорю о политической нации, потому что сама идея нации, собственно, устаревает. Вот ей пытаются пользоваться сейчас традиционалисты, да, говоря о русских и так далее. И мы видим, насколько это и плохо выходит, и губительно, и деструктивно, собственно, для всей планеты и для самих русских. Это, опять же, интересная идея, потому что такое стремление, как бы, может быть, даже это не выношение решений, это просто попытка описать ситуацию в каком-то смысле. И даже если это не личная политика каждого человека, который живет в России, это, ну, государственная политика, и мы знаем, насколько важны в России государственные идеи. И поэтому мне как-то это как-то видится, что это, во-первых, насчет империализма, ну, просто, как бы, ситуация доказывает. Можно, как говорят по-английски, когда утка ходит, если она ходит и квакает, как утка, или там, значит, это, наверное, утка. Поэтому тут как бы по поведению решается, мне кажется, а не по определению. Но все-таки либерализм – это ведь действительно просто этикетка, наклейка. Можно сказать, человек-христианин. Есть христиане очень разные. Поэтому мне интересно, что вы вписываете, как бы, когда вы говорите «либерал», вы можете назвать какую-то конкретную, ну, не причину, а ищу, где вы говорите, вот есть такой консервативный подход, а у меня либеральный подход? И что это означает? Ну, я, прежде всего, кстати, прежде всего выступаю за экономические свободы, потому что удушение экономических свобод и, собственно, дало нам диктатуру. Казалось бы, если рассуждать по-ренински и в духе 20 века, униженный и беднеющий бесконечно народ должен бунтовать. У Путина получилось все наоборот. Нищие и бедные – это его опора. Поэтому я в первую очередь за расширение экономических рамок, экономических возможностей, за тот же бот, который есть у меня в предвыборной программе, потому что эти люди, чтобы они что-то поняли, этот народ, который все презирают и от него же чего-то требуют, он должен хотя бы физически прийти в себя, он должен прекратить работать за 20 тысяч рублей в месяц, вздохнуть спокойно, получить какие-то деньги на то, чтобы у него нормально стал работать организм и мозг, и тогда уже у него появится политическое мышление. Нельзя требовать политического мышления от еле живого человека, общество в России, живущее за гранью нищеты, является полуживым. Ну, там дальше, в принципе, здесь я совершенно банально, значит, это экономический либерализм, это неприкосновенность частной собственности, свобода торговли и предпринимательства, свобода слова, ну и в принципе все. И индивид, собственно, выше всего интересы субъекта над интересами государства, вот что, наверное, самое главное. Я думаю, что Владимир Путин с вами согласен. Он аккуратно поставил свои интересы как индивидуума над интересами всего государства. Но вы же понимаете, что я говорю о всех людях вообще, а не о Владимире Путине, который частным образом поставил свои интересы надо всеми, но это уже называется не либерализмом, а тиранией. Вы знаете, так можно до бесконечности обыгрывать слова, но вы понимаете, что я не проповедую политическую религию Владимира Путина, а ровно обратно. Да, но я просто, когда мы используем слова, то я слова примеряю на разных людей, и я думаю, вот интересно, потому что, когда вы говорите про силы, понимаете, это действительно очень важная тема, потому что люди в России и люди, выросшие при Советском Союзе, это определенная травма, которую люди перенесли, и когда они вырываются на свободу, они первым делом думают о том, как избавиться вот от такой либерализм или либертарианство, даже вот как бы оставьте меня в покое. Если я буду только один без государства, то все будет хорошо, потому что они понимают, что государство это может быть очень-очень плохо. Но они как бы не доходят до следующей стадии развития, где когда мы работаем вместе, мы достигаем большего, потому что им сказали, это коммунизм. И у них поэтому такое непонимание того, что нужно делать. Но я понимаю и ценю то, что индивидуум важен. Конечно, да, я согласен. Я не анархист, я государственник, но я не государственник, как Путин, потому что, скажите, Путин тоже государственник. Я тоже понимаю, что это то, что важно. Но оно не должно использовать людей так, как Россия использует своих граждан сейчас. А должно быть гибкое взаимодействие, но индивид никогда не должен бросаться в топку интересов государства, тем более вот в такой форме деструктивной, и когда он просто превращается в ничто, буквально человек превращается в груз 200, и все, это вся жизнь здесь. – Тогда давайте затронем вот эту интересную тему. В России сейчас, как редко можно так вот открыто наблюдать, наблюдается культ смерти, когда, с одной стороны, мне все-таки кажется, что пожертвование себя на топку государства, государственной печки считается правильным делом, как бы семью можно обогатить каким-то образом, я не знаю, что-то, как сказал Путин, и так, так сказать, хорошего конца в России нет. Можешь, по крайней мере, как бы, так сказать, родственникам. Но, тем не менее, культ смерти. У вас есть книга, книга смерти, книга мертвых. Расскажите, пожалуйста, вот это, вот мне интересна связь, смерти и россиян. – Детская книга мертвых, нет, это первая моя книга, которая была издана еще в 20 лет, и я имела в виду культ смерти, просто по аналогии с египетской книгой мертвых. Собственно, там какие-то странные стишки про зверей и так далее. Она немножечко демоническо-декадемская, но это явно не российский культ смерти. Тоже, о чем говорите вы, это скорее то, что предлагали Лимонов. Дугин 20 лет навязывали, хотя это тоже не их идея не взяты. Откуда-то национал большевизм и евразийство Дугина – это вообще там калька с различных немецких идей, Карла Шмидта и так далее, адаптированных под Россию. Вот там культ смерти настоящий. То есть вы сейчас вот опять, давайте тогда сделаем небольшое, но важное уточнение. Одно дело культ смерти готов, каких-нибудь романтических подростков, каких-нибудь музыкантов индустриальных или тех же готических, когда люди играют в это, когда это такая эстетика. А другое дело, когда люди идут по-настоящему умирать за какие-то идеи. Это совершенно две разные и никак не пересекающиеся вещи. Кстати, по той причине, что мы, я лично, например, 90-е была современным человеком, а под фактом я поняла, что и эти нацболы евразийцы, и с ними были несовременными людьми, я совершенно не поняла разницы между, грубо говоря, рейверами и нацболами. Я думаю, это вот такие тусовки, это такая как бы игра, это такая шутка. Наша Родина – смерть. Вот это всё. То есть это говорится просто так. И только реальность постфактум нам начала доказывать, что это всё на самом деле. Более того, они настолько тупые, они настолько ненормальны, что убивают они не только других, как это цинично не звучит, но убивают они и сами себя, вольно или невольно. Ну, вот, например, погибла дочь идеолога Дугина, да, прилипин скакал в этом аппарате Елизарова, ещё там погиб ряд активистов. То есть они проверяют всё это на себе. Это же совершенно… Это даже не игра в других, это игра в себя. Они действительно люди одержимы. И это не политика в этом смысле, это психопатология. То, что здесь культ смерти, наверное, будет преувеличением. Культ смерти у этих сумасшедших идеологов, у людей нет. Мне кажется, что у них преобладает отчаяние, которое отчаяние безволие, вызванное нищетой, возможно, ковидом, который по-другому уже оставил работать их мозг. Потому что ковид, если сразу после него не восстанавливаться, у многих вызывает ослабление волевых качеств. А заметьте, что всё это случилось как раз после эпидемии ковида. И я думаю, что это не идеологическая готовность к смерти, а психофизиологическая. Это отчаяние. У них нет сил сопротивляться, но и у них нет сил осознать это. Поэтому они находят какие-то рациональные объяснения, как то, например, что семья выиграет какие-то там деньги и так далее. Но ведь те же самые люди могли образовывать профсоюзы, могли начать требовать нормальных экономических условий, могли развиваться экономически, и не понадобилось бы отправлять кого-то на убой, чтобы кто-то получил там какую-то ладу. То есть это... Опять мы вам говорили с вами о том, что всё-таки был модерн, а стал постмодерн, постмодерн – это идеология постмодерна, и в этом смысле она не сработала. Судя по всему, для людей типа Дугина – это жизнь подлинная и реальная реальность. То есть они живут как раз в модерне. А люди обычные, которые даже не знают, что такое постмодерн, скорее живут в постмодерне, что на идеологию им наплевать. Они могут поверить в неё на какое-то время, вот пока им прожужжали уши из телевизора, там сто раз что-то сказали, они в это поверили, и потом они про это забыли. Они повторяют это на автомате. В этой идеологии нет внутренней потребности, в чём огромная разница, например, с историей, с национал-социализмом, где была внутренняя потребность, и запрос, и на диалогию, и на великую нацию, и на всё остальное. Здесь это происходит как-то иначе, абсолютно шизоидно. И надо иметь в виду всегда, что Россия неоднородна. Зубаревич говорит о четырёх Россиях, о их куда больше. Очень много различных общественных прослоек, которые придерживаются различных взглядов, и Россию нельзя свести к единому взглянтелю. Нам пишет зритель вот здесь, да. Игорь Бурцов, жертв психопатологии обычно изолируют, а она, то есть вы, а в открытых границах извечное русское противоречие. Так, ну это тоже ангажированный комментарий, который подразумевает, что все россияне одинаковые, то есть вот такие агрессивные, арашисты и так далее. Когда я говорила о границах, я говорила об активистах, о политических активистах, о тех, кто находился все эти годы в оппозиции, и о тех, кто подвергается преследованию. Естественно, что я говорила о них. Как вы думаете тогда, если это сделать такой мысленный эксперимент, представить себе, я не знаю, реальность после Путина, такое ПП, как вы думаете, люди будут вздохнуть с облегчением, или печаль будет, или горе, или тут каждый по-своему, и нет ни одного, никакой темы, и нужно говорить каждым человеком лично? Я думаю, ни один человек не заплачет. Я думаю, россияне очень быстро забудут об этой истории, уже не знаю, хорошо это или плохо. С этой точки зрения не будет того, ожидаемого многими покаяния, потому что я считаю, что это опасная идея, она вызовет преск реваншизма, но не будет его не потому, что я так думаю, простите, заговорилась, а потому что люди, скорее всего, в большинстве, поскольку, я говорю, что у нас сегодня у меня было внутреннего вопроса, не идентифицируют себя с происходящим. Есть такие психологические, психиатрические термины, дереализация и деперсонализация. То есть у них скорее, помните, как в песне, это было не со мной. Скорее всего, у них будет чувство, что все это было не с ними, это их не касалось. Это дурной сон. Я думаю, что если Россия после Путина попадет все-таки, что власть будет уже в руках либералов, только настоящих, а не системных, не путинских агентов в личинах либералов, со своими легендами и так далее, и тому подобное, которые хотят только чуть смягчить краски, но в остальном оставить политику России прежней, чего я, конечно, совершенно не хочу. Ну вот, если во главе России будут настоящие либералы, я думаю, ситуацию можно будет изменить, конечно, ни за день, ни за два, и ни за год, ни за два. 20 лет это все создавалось, я думаю, 3-5, может быть, даже 10 лет, а может быть, всего лишь 3-5 лет другой пропаганды, другого отношения, другой жизни. И все. Знаете, тогда давайте посмотрим, вот я слушаю вашу программу, как бы избирательную, и не слышу там особенно большой такой культурно-идеологической составляющей, как бы наоборот, как бы дать людям, ну, не то чтобы индульгенцию, но как бы дать им возможность. А у нас на Западе, для того, чтобы люди пришли и проголосовали, говорить про экономику недостаточно. Нужно еще развить какую-нибудь идею, там, кого-нибудь плохим назначить, кого-нибудь, чтобы срочно, если человек выиграет, то мы всем, так сказать, и так далее. И это работает. А потом приходят эти люди, и выясняется, что они именно этим собираются заниматься, и выясняется, что это даже, возможно, важнее экономики в каком-то смысле. Поэтому объясните мне, вот ваш подход к теме абортов. Это тема, которая невероятно важна в американской политике. Насколько я слышу, в русской политике ее нету. Хотя, с другой стороны, вроде бы Путин заявил, что он теперь против, кажется, абортов, потому что нужно, ну, как бы, выращивать население новое, так сказать, урожай. Поэтому мне интересно, вот, во-первых, ваш взгляд на вот такого типа культурные идеологические темы. И, как вы видите, взгляд россиянина, скажем, на вот эту тему, потому что мне еще интересно наблюдать эти же россиян, когда они оказываются здесь. И здесь они, значит, как бы, с одной стороны, они крутые консерваторы, потому что они не леваки, не либералы, а с другой стороны, им абсолютно по боку, что происходит с абортом, потому что они, это была политика Советского Союза, насколько я понимаю. И они, в принципе, за, так сказать, это им считается, кажется, частью планирования семьи. Поэтому вот такой вот, мне интересно, вот, например, такая тема. Вместо того, чтобы говорить, я либерал, я такой либерал, но вот аборты. Что вы думаете по этому поводу? Не в дела семьи, не в дела гендера и пола и так далее, не в дела отношений. В темы абортов государство лезть не имеет права. Решение об аборте должна принимать женщина, это, как говорится, ее тело и ее дело. Использовать женщин как мясо для того, чтобы порождать дальнейшее пушечное мясо, это крайне цинично, ровно так же цинично, как самой женщине заводить ребенка в тоталитарном государстве. Это преступно. Если она осознает, вот сейчас, здравом, не трезвой памяти, если мы же не говорим о 15-летнем ребенке, ну, хотя бы ей там есть 17-20 лет, и вдруг она решает в путинской России заводить ребенка, я считаю, что это преступление, она должна иметь возможность его вывести хотя бы и тогда уже думать об этом. Я считаю в этом смысле, что тоталитарная сущность это не только государственная идея, это во многом сущность самого советского человека, который... Почему, например, здесь всегда обвиняют правителей, но никогда не обвиняют родителей, которые... Ну, ладно, они это допускали и не могли бороться, да, но они заводили детей и не создали, даже не думали об их будущем. Это, между прочим, жуткая тема. Я думаю, что это одна из причин, почему мы сейчас находимся в такой ситуации, потому что наши родители оставили нам руины. Неплохо. То есть в России не винят правителей, но не винят родителей. Вообще в России не берут ответственность никто ни за что, ни за опоздание, ни за... Ну, ни за что. Просто все время это все время чья-то ответственность вина, я ни при чем. Это, я не знаю, это какая-то культурная война, как политик не может говорить. Давайте поголосуем за ответственность. Об абортах я развила свою мысль о том, что заводить ребенка в тоталитарном государстве преступно, а ровно так же преступно государству запрещать аборты. Заводить или не заводить ребенка личное дело каждого человека. Это очень интересная мысль, это выражение, которое я использую не первый раз и, видимо, не последний в нашей беседе, Алина. Очень интересно с вами в этом смысле поговорить. Я не знаю, какие у вас шансы стать действующим политиком в той стране, где вы находитесь, но мысли у вас точно интересные. Тогда, значит, вся культура российская, которая нацелена на то, что женщине нужно к какому-то возрасту найти мужа, к какому-то возрасту обзавестись семьей, иначе женщина не получилась. Вот это все давление общества на женщину, это же просто тоталитарная система давит на инкубатор. Ну, естественно, но это не есть русский культурный фон. Это просто... Ну, во-первых, есть такие девушки, многие из них идут феминистки, но мне кажется, что это личная акцентуация. Им все время кажется, что общество на них давит. На самом деле давным-давно не принято лезть к людям, давить, что ты должен завести ребенка. Возможно, есть какие-то специфические семьи или какие-то группы, но, как правило, этого вообще не делают. Просто сейчас все это опять за основу взяло государство, потому что просто ему нужно пушечное мясо. Что такое семья? Это же не только ячейка общества. Это такая возможность для государства манипулировать человеком. Рядом с тобой всегда должен быть другой, а другой часто становится соглядотаем. В последнем фильме о Валерии Новодворской «Белое пальто» выяснилось, что раньше скрывалось, что, оказывается, на Новодворскую стучала ее собственная мать. Вот для чего нужны семьи в тоталитарных государствах. Эти семьи должны жить плохо, скучно, в скучных квартирах, следить друг за другом. Вспомните ГДР-овский фильм «Жизнь других». Ну, там не такая скучность, но там та же модель поведения. Там настолько при тоталитаризме, как бы жуток он не был, человеку, очень скучно. Поэтому заметьте, сколько в Фейсбуке сплетен, и заметьте, как они любят следить за другими, ну, а сначала следить, а потом уже стучать. Это мне очень нравится, как вы описываете российские скрепы. Я не знаю, на самом деле, чем больше я узнаю про российскую историю, тем меньше я начинаю думать, что что-то измерится от смены власти. Почему-то вот это ощущение бессилия, желание настучать, чтобы каким-то образом отыграться, это ведь не в первый раз. И, наверное, не в последний. Ну, это не первый раз, но этого же и не было. Если мы верим в историю, если мы верим в судьбу, ровно как же, если мы верим в Бога, как в существо, которое предопределяет всё, мы лишаем себя субъектности, политической субъектности в том числе. Это, вы говорите, никто не берёт ответственность. Нет, берёт. Это мы должны влиять на ситуацию. Естественно, в ней кто-то виноват. И нельзя сказать, что никто не виноват. Поэтому я говорю, кто виноват. Не только власть, как в истории с абортовиками, начали в этом говорить, но и родители, заводящие детей в тоталитарной семье. Но если мы, каждый из нас возьмёт на себя ответственность за ситуацию, почему бы ей не измениться вообще? Я не сторонник такого фатализма. И это очень, кстати, по-русски, этот фатализм, но по-русски в плохом смысле. Это очень удобно как раз, чтобы ничего не делать, а всё равно ничего не изменится. Бесконечно винят народ, интеллигенция винит народ, рвёт на себе волосы, ни на что не рассчитывает и хоронит себя, но не технически, но ментально или экзистенциально. Ничего хорошего она не помнит. Про 90-е ничего хорошего. Она не помнит, никаких свобод не было, хотя они были. То есть это всё такие уже, на самом деле, если мы уже заговорили о психопатологии, психиатрии, но это не... Это нормально в рамках ситуации, но это просто депрессивное состояние, которое заставляет многих воспринимать ситуацию сквозь эти чёрные фатальные очки. Но, во-первых, это просто невыгодно, а мне как политику это невыгодно вдвойне. Но если я буду так думать и говорить, то кому это будет интересно? Это интересно только тем, кто смотрит со стороны и думает, ну слава богу, что это не со мной. Вот эти русские, у них такой ужас, у нас такого не будет никогда. Это такое, может, скрытое злорадство или какое-то внутреннее успокоение. Я не знаю, что это, но нет обречённых народов, нет обречённых стран, нет исторических законов, они скорее придуманы, чем реальны, или выведены для манипуляций, скорее так. Есть много... Да, я соглашусь, что в России очень много неприятных вещей, но я не могу сказать, что эти неприятные вещи необратимы и фатальны. Вы считаете, что из этого круга можно выбиться? Что Россия может выйти... Я считаю, что как раз... Россия не должна ходить по кругу. Я считаю, что как раз это, что называется, конец цикла, что вообще это имитация реакции, консервативной реакции, превратившаяся почти в настоящую реакцию с настоящими трупами, это точно. Это символ конца цикла, конца разрушения, реального разрушения традиционных ценностей. Это как, не знаю, такие болезни, когда вдруг перед самой смертью человек якобы так оживает, и ах, все, он здоров. А на самом деле это все, это агония. Мне кажется, что это и есть агония. СВО – это и есть агония. Все деструктивные процессы, в том числе, кстати, арабо-израильский конфликт, который сейчас возник, пошел как реакция, но это тоже агония этого самого старого мира. Другое дело, что мы живем не в кино, где полчаса мы напрягались, а через полную посмотрели ужасы, апокалипсис, а потом разогнали зомби, и сидим в либеральной думе и радуемся. То есть, эта агония может затянуться на годы, но в исторической перспективе эти годы – ничто. То есть, это может быть надолго, это уже стало более длительным процессом, чем мы ожидали вначале. Это надолго, но это не навсегда. Алина, такой вопрос от зрителя «Экс». Складывается впечатление, что русские хотят идти той же дорогой, которой они шли последние 500 лет, но без Путина, потому что санкции, а раньше их не было. Вы чувствуете, что нужны какие-то радикальные перемены в России, в смысле, ну, я не знаю, конституционные какие-то, по крайней мере, перемены для начала? Или, ну, как бы, понимаете, я вот был на конференции в Чикаго, и там была достаточно интересная презентация, где было сказано, что в России 4 миллиона силовиков, а с семьями там их 11 миллионов. Ну и куда эти люди денутся, если поменяют? Это будут все те же люди, которые будут все теми же бюрократами в преследующей власти? Ну, во-первых, люди, причастные к преступлениям, я буду корректно говорить, причастные к преступлениям, будут иллюстрированы. Раз. Часть людей, например, силовики из МВД, которые ближе всего к народу, ближе всего к земле, и самые разумные, которым очень сильно все это не нравится, а я иногда говорю с ними лично, у меня есть такие знакомые, периодически с ними пересетаюсь, они очень недовольны всем происходящим, они могут встать на сторону народа при каких-то экстремальных обстоятельствах. Куда девать людей? Люди, когда изменится ситуация, ну, это плохо, но в данном случае это хорошо. Советско-постсоветский человек – это мутант, который, меняя в это, о нем писал вот Зиновьев о гомосоветикусе, о пост-гомосоветикусе, это уж такой мутант. И у многих, у них, из них нет никаких взглядов, и как только изменится политический ветер, и взгляды изменятся, куда их девать? Ну, вот я вам говорю, иллюстрировать, а остальных на сторону народа. Такой общий вопрос по поводу просто всех. Людей в таком пространстве, публичном пространстве, любят спрашивать, а что вы думаете про человека А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З? Есть какие-то люди, которых вы хотите обозначить, либо позитивно, либо негативно, хоть в медийном поле, хоть в политическом поле, или один Запад виноват, не знаю. В смысле Запад виноват? Ну, я просто как бы возвращаюсь, что в конце концов всегда все по-русски, в конце концов, да, это Запад вина. Нет, есть ли у вас какие-то, это, я просто, я даже не хочу заострять на этом внимание, потому что спрашивают, а будет ли у Алины эфир с таким-то человеком, таким-то человеком? Вот этот разборки, я не знаю, может быть, у вас есть какие-то люди, которые вы хотите упомянуть добрым или недобрым словом, но спрашивать ни про кого конкретно, я тоже не хочу. А, дело в том, что я нахожусь в весьма странной ситуации, поскольку я в России вынуждена была ограничить свои эфиры, я не могу давать их иногентам, потому что за этим последуют репрессии, я не могу давать их, там, не буду упоминать никого, кто признан какими-то организациями, и более того, нет, мне нравятся все эти люди, мне нравятся люди с форума, но если они тоже признаны организацией, я вообще, ну, как сказать, в оппозиции вижу больше позитивных людей, чем негативных, просто мы сейчас начнем их перечислять, и мы на это надо заглядывать все время, смотреть и на агент, не на агент, это вот проблема того, что я нахожусь в России. А, да, что-то проще сказать, кого мы не любим, мы не любим лишевиков, а я не верю в то, что эта группа лишевики, то есть норманисты, являются подлинно оппозиционной, хотя многие, кто им помогал и кто их слушал, действительно верили в ПРБ, прекрасную Россию будущего и прочее, и прочее. Но на выходе это нам дало аресты странной идеи с экстремистской организацией, под которую подгребается вообще все, а сейчас вот произошел арест трех адвокатов Алексея Навального, один, слава богу, уехал. Посадка адвокатов, это очень плохой сигнал, то есть на это все, это конец последних остатков каких-то возможностей, если это вообще можно было назвать там юридическими или законными возможностями. И это... Это действительно интересно вот по поводу адвокатов, потому что я вспоминаю свою семейную историю, моя бабушка была государственным защитником при Сталине, и она, говорят, таким образом смогла спасти моего дедушку, которого замели в 37-м году, но благодаря тому, что она не дала его дело потеряться, его, когда была маленькая, там, малюсенькая амнистия между Ежовым и Берией, дедушку мы его выпустили, таким образом, после этого родилась моя мама, и вся наша, так сказать, история неожиданная российская продолжалась. Но был государственный защитник даже при Сталине, а теперь как-то, я не знаю, быть адвокатом, это как журналистом, это список запрещенных профессий. Это ужасно, но вот давайте следить за логикой, следить за руками. Происходит ФБК, признанной экстремистской организацией. Любой контакт с ней человека, находящегося в России, ведет к репрессиям этого человека. Тем не менее, они продолжают акции, в которые они вовлекают этих людей, эти акции публично, то есть в сетях этих людей, которые в них участвуют, легко вычислить и посадить. Мне кажется, это провокативной практикой. Когда Ленин привлекал людей, я не фанатка Ленина, просто технически объясняю, когда Ленин привлекал людей к революции, он тоже рисковал людьми и знал об этом, но он рискнул ими и выиграл. Здесь же выигрывает только товарищ майор, здесь не выигрывает никто, здесь уничтожаются активисты. И посадка адвокатов, такой нетонкий намек на то, что будет на так называемых выборах 2024, потому что они же до сих пор их обсуждают, тут у нас идут дебаты, кац, инаки, все, кажется, иногенты, что и пастухов совершенно всерьез это обсуждают, что там, значит, там обязательно должны участвовать люди от ФБК, признанные иногентами, признанными экстремистской организацией, уже заговариваюсь от этих определений, простите. Так вот, что же у нас технически получается? Если в выборах участвуют люди, связанные с ФБК, то все они автоматически подвергаются репрессиями, это просто на липкая лента, куда липнут пассионарные мухи, для того, чтобы товарищ майор поставил себе очередные звездочки, а Владимир Владимирович Путин облегченно вздохнул. Первое. Второе. Там должен участвовать кандидат, который из-за мира, условно, Явлинский. Но любой кандидат за мир, опять давайте рассуждать логически, по нашим законам будет интерпретироваться как человек, выступающий против СВО. Что дальше происходит? Вокруг него собирается группа, которая оценивается так же, как те, кто собирается вокруг Навального, и всех под белой ручки уводят, и даже не в Лефортово, где комфорт, а черт знает куда. Почему никто не обращает на это внимания, а кто обращает, так он просто не любит Навального, ну, мне кажется, странно. Мне кажется, поэтому, вот мы с вами начали, что есть такой аферизм в определении и либералов, и демократов, и что вообще в российской политике много аферизма. Вот это тот самый аферизм, который на виду, вот, и как вещь лежащая на самом видном месте, ее почему-то никто не видит и не хочет видеть. Знаете, тут вырисовывается такая достаточно четкая тема у нас, когда я вижу, что можно есть идея, а есть люди, и можно заботиться об идее, а можно заботиться о людях, и иногда это разные, не обязательно одно и то же, это во-первых. Во-вторых, вы упомянули МБХ, если не ошибаюсь, правильно? И у меня... МБК вы имеете? А, вы сказали МБК, я подумал про Ходорковский, прости. РДК. А, да, а что такое РДК российский, что это? РДК, это фонд борьбы с коррупцией. А, фонд борьбы с коррупцией. Окей, пардон. Да, одна буква совпала, Б. Так вот, насчет средней буквы Б. Мне интересно, вы сидите за интернетом, правильно? Вы читаете, смотрите, возможно, какие-то YouTube-каналы. Я, вот с моей точки зрения, мы видим, что есть главный дезинформатор от Кремля, это Илариона. Я не боюсь упоминать его имени, так сказать, это, ну, Врун из Кремля. Но его, но вдруг он появляется, я вот проспатриваю свою ленту и вижу, что на канале Ходорковского появляется Иларионов. Так, думаю, интересно, это тут о чем? А следующее после видео, после него, Алексей Арестович. И говорит там, как бы, заголовок того, что Украина не может победить. После этого интервью с человеком, которого я, в принципе, уважаю, Сергей Ауслендер и военный специалист из Израиля. И заголовок такой, Израиль не может, кажется, победить. То есть, просто такое, я думаю, это что, это официальный кремлевский канал или это оппозиционный кремлевский, что происходит? Давайте по частям отвечу на ваш вопрос. Что касается Иларионова, очень давно его не смотрю, у меня нет его в ленте, он, видимо, редко, все-таки маломедийная фигура. Кстати, для меня это удивительно, мне казалось, вначале он мне нравился. Мне нравится такой экипаж такого серьезного дядечки, который досконально про все рассуждает, вначале он был очень убедительным. Но, скажу честно, да, я даже последний год его не вижу и не слышу. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ваше мнение о нем. Второй, кого вы назвали Арисович? Арисович говорит взаимоисключающие вещи, порой, и я не знаю, то есть многое, что он говорит, в общем-то, интересно и полезно. Но, если его слова будут использованы против Зеленского, например, который, какие бы ошибки он не совершал, любой человек совершает ошибки, он герой вообще 21 века в этой ситуации, то это будет нехорошо. А дальше я могу сказать, я могу задать тот же риторический вопрос, что и вы, а кто вы все и что вы делаете? Вы оппозиционные каналы и вы люди, вот, начали мы со Светова. почему оппозиционные каналы приглашают Светова, который через каждый второй или третий твит толкает чисто путинскую пропаганду? И таких примеров миллион. Мы знаем множество людей, которые толкают путинскую пропаганду. У меня было в начале этому объяснение такое, знаете, что это погоня за аудиторией, за деньгами, и что можно использовать любого человека в дальнейшей цели. Вот пусть у нас расширится за счет этого счета аудитории, но это как-то неубедительно. Но один раз так можно сделать, а дальше? То есть действительно получается, что в лице ряда оппозиционных СМИ мы имеем филиал кремлевской пропаганды или самого Кремля, и тогда возникает вопрос, а не является ли условием существования от физического до финансового этих людей, сама политика проталкивания идей Кремля под видом или скорее что лучше, да, и что как им кажется, наверное, хитрее или профессиональнее, такая смесь из оппозиционных идей и кремлевских идей, и все вот эта каша такая идет. Так нельзя сказать кремлевские, да? Мне кажется, что это все-таки погоня за баблом, но при этом еще определенное признание того, что кремлевская пропаганда достаточно сильна, и эта пропаганда создала рынок, который теперь требует вот таких пещерных взглядов или какой-то кровожадности, чего угодно, но как бы это, наверное, русские ценности, поэтому может быть Россия такая, знаете, я помню, было комедийное шоу, когда наш корреспондент приехал, это было лет 10 назад в Москву, и там видит какая-то женщина, которая героически просто ходит по канату между гигантскими зданиями, и он говорит, вау, эти русские, как вы это делаете? Она говорит, можно много чего, если не бояться, поэтому может быть русские такие, они как бы такие есть, но это не... Простите, простите, мы же уже коснулись не только русских, мы же уже заговорили и об украинцах, мы же знаем, что русских, которые очень... Ну так вот, я как... Аргументы того, чтобы сказать, что это путинская агентура, активно приглашают и слушают на Западе, нет, это глобальное явление, ну получается, что СВО, такая получилась авантюра по ленинскому сценарию, просто авантюра, ввяжемся в драку, а потом посмотрим, ну и дальше пошло-поехало, этого никто не остановил, у всех... Я остановил, простите, у всех авантюр есть выгодополучатели, но из всех авантюр новейшего времени это самое деструктивное и самое безумное, и выгодополучателей у нее меньше всего, поэтому она все равно безусловно должна закончиться крахом, а то, что да, кто-то всегда срубает с таких вещей и там деньги и пиар, но это настолько как бы прозрачно очевидно, тут нечему удивляться. Удивляет здесь только одно, даже если мы говорим о выгоде, это не выгода, это та же копеечная выгода день прожить и ночь переспать. Вы все могли бы жить, быть приличными людьми и жить на своей родине, не скрываться от кого-то, не носить маски, не врать и не путаться в своем вранье и спокойно зарабатывать в нормальной стране с нормальным либерализмом, но вы предпочли в этом хаосе вот эти странные игры. Я не думаю, что там такие огромные гешефты, я думаю, что там больше понтов, и эти люди, они никогда не признаются, вот что точно русское, хотя не только русское, это страх лузерства, они никогда не признаются, что их не устраивает то, как они живут, и они просто будут набивать себе цену, и возможно там донаты, доходы, которые у них есть, вовсе не таковы, как их рисуют они или их там какие-то рекламщики. Ну, в каком-то смысле я как раз, наверное, даже рад, потому что сейчас Арестович, который говорит вещи, которые воспринимаются в Украине в штыки, воспринимаются в Украине в штыки, это говорит о том, что не все еще пропало, как бы это, видимо, хороший барометр, потому что в Украине, видимо, сформировалась политическая нация, которая сформировалась благодаря давлению из России, от Владимира Путина, а теперь и от всей России, и Россия, если вы говорите про политическую нацию, то мне кажется это создается, когда есть давление из вне, потому что это сплочает людей. И здесь, ну, кто? Только если Китай решит напасть. Но они и так вроде бы просто купили, и все. Ну, вы как-то сейчас невольно обесценили украинцев и возвеличили Путина. Конечно, не Путин создал политическую украинскую нацию. Я думаю, что она была, или предпосылки к ней были, и куда больше, чем, к сожалению, в России, где, увы, на данный момент политической нации нет. И как раз ее нет по той же причине, что осуществляется невероятное давление на население. Но это не значит, что ее не будет. Да, так что какие там будут дальше развития событий? Как вы думаете, сколько России может... Россия уже очень изменилась. Мало того, что я там был в 19-м году один раз после 1988 года, и это уже была другая планета. Но сейчас это другая вселенная, мне кажется. И хотя вроде бы выглядит похоже, но все меньше. Как вы думаете, это может война... Это страна, которая может прокормить такую не войну, простите, я не сказал этого ужасного слова, я знаю, где вы находитесь. Эскалацию. Это невероятный человеческий эскалатор в ад. А вы думаете, Россия может такое продержать еще лет пять? Или это есть какие-то пределы? Или просто... А, нам санкции все равно. А, нам это все равно. А, там, сотни тысяч погибших. Нам все равно. Но и главное, я не знаю, что уже. Есть ли у этого какое-то... Это экономическая, наверное, тогда трещина должна быть, правильно? Экономическая, и это должна быть накопленная какая-то политическая... Я не жду ни политических, ни политических, так сказать, воззваний, ни революций, скажем так, политической аллергии, или политическая усталость, или политическая истощенность для начала. И прозрение того, что все же происходит на самом деле. Который, если не придет с отдыхом и здоровьем, как предлагаю я, с либерализмом и водом, придет через гробы и кровь, видимо, их еще мало. Этого бы не хотелось, но может быть и так. Может ли продержаться еще пять лет? Для меня удивительно, что продержалось столько, сколько продержалось, потому что я ожидала более радикальных реакций от всех. И здесь скажу и про Запад. Честно, от всех, от всего мира. И это что-то казалось невозможным, но за полтора года мы видим, что все-все оказывается возможно, и другие уже начинают пробовать. Если кому-то можно, значит, и нам можно. То есть Путин все-таки разбудил вот эту мировую деструкцию, это мировое зло. И чем дольше это длится, тем больше опасностей дестабилизации во всех, собственно, местах земного шара. Но здесь не хочется выступать в роли гадателя, это неблагодарная роль. И сразу вспоминается профессор Соловей. Это может длиться сколько-то лет, а может закончиться в любой момент, потому что это зависит от очень-очень-очень-очень множества факторов. Но мы же не знали с вами месяц, что пройдет в арабо-израильский конфликт вот в таком виде. То есть это же все ситуации эти будут влиять, и мы не можем их предусмотреть. Так что я одно только могу сказать, в чем я уверена, даже если это на долго и даже на пять лет, это точно не навсегда, и это точно агония. Это прямо мое точное убеждение, что это последний всплеск реваншизма, консерватизма в мире, потому что это явление, изжившее себя в принципе навсегда. Их болезненные носители в лице Дугиных и прочих, вот они развили всю эту истерию, дабы. Ну, собственно, здесь мы можем говорить, я этого не люблю, но это вот та самая воля к смерти. И мы же видим подтверждение этому, о чем говорили в начале передачи, потому что умирают не только их враги, кого они считают врагами, умирают и они сами. Они отменили будущее, в том числе и для своих детей, между прочим. Да, у нас тут идет интересная дискуссия параллельно, это просто прекрасно. Сказать слово Аристоич, сразу возникает масса желающих, написать, что там пишут, да он мог быть неплохим президентом от того, что останется от России после разгрома от Украины. Все может быть, но скажите, у нас осталось просто, вот мне хотелось бы вам задать такой последний вопрос, Алина. Представим себе, что вас избрали, и вы действующий политик, а после этого вы проиграли на выборах. Вы будете согласны признать свое поражение и уйти, или вы скажете, это фейковые выборы? Ну, мне придется признать свое поражение, если это будут настоящие демократические выборы, но я не уйду из политики и буду дальше как-то пытаться бороться, но так. Алина Витухновская, большое вам спасибо за участие в нашем эфире. Друзья, подписывайтесь на соцсети Алины Витухновской и подписывайтесь на «Рашкин репорт». Мы заканчиваем на этом эфир, но у нас еще впереди с вами встречи сегодня, так что далеко не отходите. До новых встреч. Спасибо вам, Алина. Вам спасибо. До свидания. До свидания.